И всем привет, с вами я, Агера, и сегодня мы сравним мои девайсы и девайсы Лилиза. Вы сегодня узнаете, сколько вообще стоят мои девайсы, девайсы Лилиза, вообще какие лучшие, много чего интересного, поэтому ролик досмотрите до конца. Поехали! А сегодня рекомендую вам канал Кванта. На этом канале реально годное оформление, качественные превьюшки. Также он недавно создал свой сервер, очень классный, можете зайти и поиграть на нём. И обязательно на него подпишитесь по ссылочке в описании. Да, попытался я записать этот ролик в Double Sky Wars, но там дико лагает, поэтому я решил, нужно идти в соло, и здесь уже эпичненько всё записать. Вау, флоу масочка, а это, а это меня уже радует. И сегодня я буду сравнивать мои девайсы с девайсами Лилиза. У меня почему-то, я почему-то сорвал голос, в общем, не знаю почему, но в любом случае, я надеюсь, что нормально буду комментировать. И, короче, я думаю, то, что первый девайс, который нужно сравнить, это, конечно же, мышь. Потому что, ну, куда без мыши? Ну, типа, серьёзно, мышь это просто, это самое важное в PvP. И в данный момент у меня мышь называется Razer Desator Elite. Я думаю, то, что вы все знаете, то, что у меня эта мышь, но в любом случае. А у Лилиза сейчас мышка называется Rosset Kone Aimo Remastered. И, к сожалению, я ничего не могу сказать про его новую мышь, так как она реально новая, и я вообще про неё первый раз слышу. Типа, серьёзно, я её вообще нигде не видел, нигде про неё не слышал. Но зато я могу сравнить мою мышку с его старой мышкой, которая у него была до этого. А до этого у него была мышка Logitech G403. И брал он её, он мне сказал, где-то за 4000 рублей. В принципе, как и я свою. Я свою мышку Razer Desator Elite брал где-то за 4000, может, за 5000 рублей, уже точно не помню. То есть, примерно стоят они одинаково. Что я хочу сказать по поводу данных мышек. Кстати, у меня уже 4 кг, вау, нормально, эпично. По поводу данных мышек хочу сказать то, что мне нравится моя мышь больше. Ну, это понятно, потому что я к ней уже привык. Но на Logitech G403 я тоже играл. Она сейчас у моего друга. И я на ней играл. В принципе, она удобная. И в Minecraft в неё можно спокойно играть. Но, опять же, мне намного удобнее на моей. Но я думаю то, что если бы у меня была Logitech G403, то я бы на ней нормально приспособился и на ней бы нормально всех убивал. Вот, в любом случае, я считаю то, что сравнивать здесь именно где лучше, какая лучше мышка, я не могу. Ну, так сказать, потому что это нельзя сравнить. Просто мне нравится такая, ему нравится такая. Но, в любом случае, с новой его мышкой я никак не могу сравнить. Потому что я первый раз про неё вообще слышу. Ну и давайте про клавиатуру, про наушники и про всякое такое уже поговорим в следующей катке. Поехали. Ну и в прошлой катке я сравнил только один девайс, поэтому наша следующая катка уже началась. И давайте сейчас сравним клавиатуру. Потому что это тоже очень важная такая вещь. У меня, кстати, почти фуал маска. И в данный момент у меня клавиатура Razer Black Widow Ultimate 2016. А у Лириза Razer Ornata Chroma. И брал я свою клавиатуру где-то в году 17-м. То есть года 3 назад, может, 2,5 назад. И брал я её где-то за 8000 рублей. И Лириз тоже сказал, что он свою брал за 8000 рублей. В принципе, то есть цена тоже у нас... Ну, я тупую вообще, реально. Короче, цена примерно у нас одинаковая. И что я хочу сказать. Если честно, если сравнивать клавиатуры, то в этом сравнении мне даже больше нравится клавиатура Лириза. Ну, серьёзно. Она... Ну, в ней, короче, больше плюсов, чем в моей. И самый главный плюс. Она более тихая, чем моя. Вот серьёзно. Она реально намного тише, чем моя. Потому что, ну, просто, ну, как можно с этим играть? И ладно, я уже привык, но всё равно в этом есть свои минусы огромные. То есть, к примеру, я не могу ночью играть. И просто это не всегда удобно. И я уже перестал получать от этого удовольствие. Вот. А также у него же хроморасцветка. То есть он может ставить любые вообще цвета. А я только зелёный. И это, конечно, если честно, печально. Меня ещё и кинули отравления. Я ещё и горю. Вообще, конечно, капец. Вот. Ну, не знаю, что ещё сказать по поводу данного девайса. Я же его убил, да? Да, я его убил. Не знаю, каким образом. Но я его убил. У меня очень баллы хп. Я жив. У меня 4 килограмма. И нет, страшно. Поэтому давайте приступим к следующему девайсу. И это наушники. У Лириза в данный момент наушники HyperX Cloud Mix. Брал он их за целых 12 тысяч рублей. А у меня сейчас обычные просто наушники, которые в уши втыкать надо. Вот. Но давайте сравнивать с моими наушниками, которые у меня были до этого. Они у меня и сейчас есть. Но там есть какая-то проблема. Вот. В общем-то, до этого у меня были наушники Razer Kraken Pro. Да, Razer Kraken Pro у меня были наушники. И что я хочу сказать. Мне очень нравились мои наушники. Но у меня там появилась проблема. А именно, у меня была аллергия на ткань. Да, это печально осознавать. И поэтому, к сожалению, я не могу вообще сидеть в этих наушниках. И мне приходится мучиться. Но я хочу сказать по поводу цены. Я уже не помню, за сколько я брал. Но тоже где-то тысяча 11, наверное, рублей. Что-то, ну, да, да, что-то такое. Вот. И да, мне они реально очень нравились. Мои Kraken. Конечно, я не сидел в HyperX Cloud Mix. Ну, в которой-то играет Lilith. Но я думаю то, что HyperX делает хорошие девайсы. Поэтому я думаю то, что это хорошие наушники. В любом случае, я, да, смотрел характеристики. Там вроде всё норм. И я не понимаю, где последний чувачок. Ладно, давайте попытаюсь его найти. Ага, последний чувак нашёлся сам. Просто начал стрелять в меня из лука. Ну, я даже не знаю, тратить ли на него Ender Pearl. Конечно, если я сейчас найду ещё Ender Pearl, то потрачу. Но в любом случае, ну, мне жалко на такого человека тратить Ender Pearl. Ну, вот, зачем он туда вообще полез? Что он вообще хочет этим добиться? Я не понимаю. Ну, блин. Вы понимаете, мне сейчас к нему строиться придётся. Это капец. Короче, этот чувак ещё и там поставил какие-то сундуки сверху. Вообще непонятно, что он там сделал. Вот что это? Просто посмотрите на это, блин. У меня ещё и лука нет. Ну, ладно. В любом случае, у меня есть снежки. И вот зачем вообще здесь сундуки? И что он хочет? Он думает, что у него там сундуки эти зарефилятся или... Что это? Вы посмотрите на это. А, он меня скинуть хочет, да? Ладно, я скинул. Ладно. Он умер! Охренеть! Ладно, я заточил. Окей, переводим к следующей гадке. Ну, и следующий девайс, который мы сравним. Даже не знаю, можно ли это назвать девайсом. Но в любом случае, следующий девайс это коврик. И это тоже очень важная штука, потому что без коврика реально неудобно играть. И поэтому давайте сравним коврики. И в данный момент у Лилиза коврик Logitech G440. Вот. А у меня коврик от Razer. Я не знаю, как он называется. Я даже не нашел в интернете. А знаете, почему я не знаю? Потому что я не покупал этот коврик. Я, когда заказывал мышку... Стоп. Да-да-да, я заказывал мышку, и мне с мышкой пришел коврик. Я очень был очень-очень рад. Очень благодарен Razer'у то, что они мне предоставили коврик. Серьезно, очень был рад. Но я не нашел этот коврик. Я даже фотографию не нашел. То есть, вот вы сейчас увидели эту фотографию. Это не мой коврик. Это другой коврик. Я тупо не нашел фотографию своего коврика. И я не понимаю, с чем это связано. То есть, я ни модель не нашел, ничего. Ну, может, Razer захотели сделать мне отдельный коврик. Ладно, это, конечно, шутка. Просто я, к сожалению, не смог найти. Ну, и зацикливаться на коврике мы не будем. Я даже не буду называть сцену, за которую брал Лилис коврик. Потому что коврик. Коврик это такое. Можно и без коврика. Ну, конечно, с ним намного удобнее. И поэтому давайте следующее, что мы обсмотрим. Это, конечно же, микрофон. В данный момент у меня Samsung Go Mic. А у Лилиса Samsung C01 Pro. Знаете, как будто мы братья, тупо. Тупо Samsung, да. И у меня, и у Лилиса Samsung. Но, что я хочу сказать по этому поводу. У меня мой Samsung GoPro, я его брал где-то тысяч, наверное, за 5-6 рублей. Давно я его брал. В принципе, более-менее приемлемая цена. И Лилис тоже брал свой микрофон C01 Pro за 5 тысяч рублей. И в чем прикол? То есть, я взял свой микрофон за тысяч 5, может даже 6. Он стоит столько же, сколько и у Лилиса. Но, прикол-то в том, что он, ну, у Лилиса реально микрофон намного лучше, чем у меня. Типа, это правда. Я даже думал взять C01 Pro, но потом подумал, что лучше подкопить и взять более еще хороший микрофон. Он, кстати, упал. Он кинул куда-то, перекинул Underpearl. То есть, да, по поводу микрофона сейчас еще поговорим. Меня, конечно, вообще абсолютно все равно, выигрываю я сейчас или нет. Но, в любом случае, я просто хочу дорассказать про микрофон. Главное то, что я карточки по Skyward выиграл. Короче, мне намного больше нравится... Да, я еще и левелапнул. Ладно, бывает и такое. Короче, мне намного больше нравится звучание микрофона у Лилиса, чем у меня. Я не знаю, с чем это связано, но это реально так. Звучание у Лилиса намного лучше, звук более чистый. И вообще, ну, микрофон у него намного лучше, хотя стоит столько же, сколько у меня. И это, конечно, удивительно, но это факт. И я бы хотел сейчас Samsung C01 Pro, но все-таки лучше подкопить и купить еще более лучше. Потому что, ну, зачем покупать микрофон такой же цены, который у меня и сейчас. Они, в принципе, очень похожи, просто у Лилиса немного лучше. В любом случае, типа, опять же, микрофон Лилиса мне нравится больше. Ну, и что я могу сказать по итогу? Если честно, девайсы Лилиса мне нравятся больше, чем у меня. Но по поводу мышки я не могу знать, потому что вообще первый раз слышу про мышку новую его, которая у него была старая. Да, это, в принципе, нормальная была мышка. Вот, клавиатура тоже мне его больше нравится. Микрофон мне его тоже больше нравится. Ну, про наушники не знаю, вот. Но мышка все-таки мне больше нравится. Но я, даже если сравнивать с его старой. Ну, и, в принципе, спасибо всем за просмотр данного видеоролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Обязательно напишите в комментариях, с какими... Ну, с каким ютубером мне еще сравнить мои девайсы. Вот, обязательно комментарии я читаю. И спасибо всем большое. Всем goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok